Самое новое, технологичное, очень сложное, но весьма полезное. Это проект ХайТек на телеканале Хабар 24 в студии Иван Тулинов. Сегодня прячемся и переживаем за подростков. Здоровье подростков под угрозой, причем почти по всему миру. ВОЗ опубликовала результаты исследования, посвященные физической активности подрастающего поколения хомо сапиенс. И результаты эти весьма печальны. Подростки во всем мире слишком мало двигаются, этим ставят под угрозу свое текущее и будущее здоровье. Исследование Всемирной организации здравоохранения основано на данных, собранных от более чем полутора миллиона подростков из 146 стран. Оно проводилось с 2001 по 2016 годы. Всем подросткам рекомендована физическая активность в течение одного часа каждый день минимум, но более 80% тинейджеров не выполняют даже этой нормы. Данные показывают, что процент подростков, не достигших рекомендуемого уровня активности, колеблется от 66% в Бангладеш до 94% в Южной Корее. Это касается 78% мальчиков против 85% девочек. Все же будущие мужчины более физически активны. Сильнее всего гендерный разрыв был в Соединенных Штатах и Ирландии. В США, к примеру, малоподвижный образ жизни ведет 81% девочек и 64% мальчиков. По мнению экспертов ВОЗ, уровень физактивности подростков с начала тысячелетия не сильно изменился. И хотя во многих странах предпринимали усилия по популяризации спорта, гиподинамия определенно побеждает, и ей помогает распространение цифровых технологий. Также растут темпы увеличения среднего веса, и количество подростков с ожирением. Эксперты ВОЗ настоятельно призвали политиков во всем мире действовать более активно и вести политику, направленную на улучшение здоровья и увеличение физической активности подрастающего поколения. Самый эффективный камуфляж. Канадская компания HyperStealth создала материал, который может претендовать на это звание. Материал назвали Quantum Stealth. Он способен преломлять свет, исходящий со стороны объекта, и оставлять видимым только фон за ним. Quantum Stealth не требует питания, работает в любой среде и может быть почти любого размера, так что за ним можно укрыть человека, транспортное средство, самолет или даже здание. Материал заставляет изгибаться лучи света также в инфракрасном и ультрафиолетовом спектре, так что объект будет невидим и, к примеру, для тепловизоров. Как заявляет в компании HyperStealth, материал Quantum Stealth также может искажать реальность. Можно перемещать нейтральную точку материала, а это означает, что объект может быть скрыт за разными участками материала. Тень от объекта также может выглядеть так, как будто она движется в направлении противоположным истинному движению. Компания HyperStealth разработала 13 различных версий материала, каждый из которых имеет свои преимущества. Вторая версия материала предлагает улучшенную невидимость, а также разрушительные помехи, которые авторы разработки называют смещением лица. Этот тип стоит использовать, когда известен конкретный угол зрения зрителя. Например, для того, чтобы скрыть полицейского или скрысти мер на обочине дороги. Материал может быть довольно тонким. Его можно использовать на уже имеющихся конструкциях, например, на окнах или ограждениях. В компании HyperStealth считают, что их разработка в будущем будет использоваться не только военными, но и для разных сугубо гражданских целей. Например, чтобы скрыть от глаз неприглядные конструкции, на которых крепятся блоки кондиционеров на зданиях. Тыквы вместо чашек. Вообще-то посуду из этого растения делают многие народы, но архитектор и дизайнер из Бруклина предлагает использовать тыквы в качестве сырья для изготовления одноразовых сосудов. Материал для чашек, плоды растений и семейства тыквенных новинкой должна стать альтернативой кофейным чашкам, которые, как правило, чтобы сделать их водонепроницаемыми, покрывают внутри неперерабатываемым пластиком. А посуду из тыкв можно использовать до шести раз, затем выбросить, и она довольно быстро разложится на составляющие. Джун Айзаки, основатель проекта, рассказал, что работал над ним в течение четырех лет. Его вдохновили квадратные арбузы, которые можно увидеть в магазинах Японии. Пока Джун и его команда не знают даже себестоимости такой посуды, тыквы растут медленно и не получается сделать расчеты. Согласно отчетам правительственных организаций, ежегодно в мире используется около 16 миллиардов одноразовых кофейных чашек.